Всем привет! Вы на канале Украина 365. Друзья, просим вас поддержать наш канал подпиской и комментарием. Вместе мы сила! Российские космонавты не смогли подключить Ethernet кабель к науке. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров не смогли подключить Ethernet кабель к модулю наука, сообщили в трансляции НАСА. Это могло быть как программная ошибка, так и запланированное действие, считают эксперты. Новицкий и Дубров сворачивают активность и готовятся вернуться в поиск. Они перенесут подключение кабеля Ethernet к модулю наука на следующий выход в космос, уточнил диктор в ходе трансляции. И вот 9 сентября российские космонавты снова выйдут в открытый космос для интеграции модуля наука. В ходе выхода Новицкому и Дуброву предстоит завершить операцию по окончательному подключению кабеля Ethernet к модулю наука, установить на модуле поиск платформы с тремя контейнерами BioRisk MSN, а также провести соединение интерфейсов модуля наука и звезда российского сегмента МКС. При наличии времени космонавты также займутся монтажом перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля наука и проведением фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС. А тем временем на борту Международной космической станции сработала пожарная сигнализация после того, как экипаж сообщил о дыме и запахе горелого пластика. Инцидент произошел на российском модуле «Звезда», который обеспечивает жилые помещения, сообщает BBC. Российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что дым был обнаружен во время ночной подзарядки аккумуляторов станции. Как отмечает Роутерс, российский космонавт Олег Новицкий видел и чувствовал запах дыма, а французский астронавт Томас Песке сказал, что запах сгоревшего пластика или электроники распространился с российского сегмента МКС на американский. Но и на этом беды не заканчиваются. В модуле «Заря» на МКС нашли несколько трещин. Космонавты, которые находятся на борту МКС, нашли несквозные трещины в первом и самом старом модуле «Заря». Об этом рассказал руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев, сообщает «Медуза». До этого трещины обнаруживали в другом модуле «Звезда». По словам Соловьева, эти трещины наводят его на мысль о том, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться. Небольшая утечка воздуха на МКС впервые была обнаружена в 2019 году. Позже экипаж МКС нашел несколько трещин, которые загерметизировали, но утечка не прекратилась. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил о том, что 30 августа негерметичный отсек модуля «Звезда» изолировали от остальной части МКС. На станцию доставлен весь необходимый диагностический и ремонтный комплект для работы экипажа, сказал он. По словам Устименко, ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС находится под контролем. В августе прошлого года на МКС также обнаружили трещину, из-за которой на станции упало давление и наблюдалась утечка кислорода. А в середине октября российские космонавты обнаружили еще одно возможное место утечки в переходном отсеке модуля «Звезда». Также в октябре 2020 года в российском сегменте на МКС сломался туалет. Представитель Центра управления полетами охарактеризировал ситуацию как «очень плохую». В январе уже этого года российские космонавты обнаружили трещину и подозревали наличие еще одной. В июле также этого года российский модуль «Наука» едва не уничтожил работу всей МКС. После стыковки у аппарата незапланированно сработали двигатели. Из-за этого ориентация МКС на орбите сместилась на 45 градусов. И об этом стоит напомнить более подробно. «Наука» была дублером первого модуля МКС «Заря», а затем из нее решили сделать отдельный модуль для российского сегмента станции. Модуль отправился в космос 21 июля этого года и за 8 дней добрался до станции, пережив неполадки в топливной системе и системе автоматической стыковки «Курс». 29 июля в 16.30 по московскому времени «Наука» успешно состыковалась с модулем «Звезда», заняв узел, где ранее находился модуль «Пирс». После стыковки космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров приступили к подготовке к открытию люка между модулями «Звезда» и «Наука». По информации, которая поступает по трансляции НАСА, они начали открывать внутренний люк и звезды, но в этот момент, примерно в 1945, самопроизвольно включились двигатели «Науки». МКС начала беспорядочно вращаться. Чтобы противодействовать этому движению и восстановить стабильную ориентацию станции, были включены двигатели «Звезды», а потом грузового корабля «Прогресс». А вот что по этому поводу написал в своем фейсбуке известный украинский блогер-журналист Александр Коваленко. Ну что, модуль «Наука», на стыковку которого с МКС сегодня рефлексировали все российские СМИ, вещавшие об очередной победе российской космонавтики, такие чуть было не угробил МКС. После стыковки с МКС, когда в ЦУП уже все заливались бояркой, двигатели на модуле «Наука» не отключились и продолжали работать, из-за чего стало меняться положение станции на орбите. По сути, это могло привести к смещению станции с орбиты и стать чреватым первой в истории Земли космической катастрофы. По итогам этих событий открытым остается вопрос, последний ли это сюрприз, который заготовила российская наука МКС. Друзья, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментарии под этим видео. Друзья, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Просим вас подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали. Также нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных видео. Кроме этого, ставьте лайк и оставляйте свой комментарий. В общем, поддержите Украину, Турцию, Азербайджан, Грузию, Казахстан и Молдову. Всем мира! До встречи!